Цены на машины с пробегом с начала года выросли на 22%. Такие данные приводит эксперт аналитического агентства «Автостат». Жители страны уже ощутили перемены. Стоит ли покупать авто прямо сейчас или есть шансы, что цены снизятся, в теме разбиралась моя коллега Вера Баранова. Планировал купить новую, но денег хватило лишь на старую. Николай Колесник копил на авто несколько лет. Еще недавно этой суммы хватало на машину мечты. Но цены внезапно взлетели. И поддержанную гранту Николаю удалось лишь поменять на другое авто с пробегом. Для того, чтобы не заглазить в кредиты, в долги, это уже нереально. Поэтому выбор пал, скажем так, на предложение знакомых, которые продавали бушный автомобиль с пробегом. Я посчитал это наиболее поприемлемый для меня вариант на сегодняшний день. Прежде всего в цене взлетели машины, только сошедшие с конвейера. Автомобильные заводы сокращали и даже приостанавливали свое производство в тяжелые периоды коронавирусного кризиса. Дефицит автомобилей связан в первую очередь с пандемией, потому что все логистические цепочки были разорваны. Ну, не все, но многие. Весь автопром мировой связан между собой. Это сеть поставщиков, производителей комплектующих, частей каких-то автомобилей, двигателей, коробок передач и так далее. Все это завязано в такую плотную сетку. Новые автомобили импортного производства подорожали порядка 20-26%, а отечественные 10-15%. И это все, конечно, связано с тем, что, на мой взгляд, на наш экспертный взгляд, что дорожает, конечно, металл, дорожает логистика. То есть даже доставка тех же самых запчастей сегодня занимает достаточно много времени. К логистическим проблемам и взрывному спросу после пандемии добавились проблемы и с электронными компонентами. Те самые чипы, производство которых ограничено. Спрос на микрочипы поднялся вне автомобильной отрасли. Поскольку люди во всем мире, те, кто могут, ушли на удаленку. Люди обновляли себе компьютеры, обновляли сложную технику, какую-то электронную, бытовую и так далее. И много электронных компонентов, составляющих этих компонентов, ушло именно в этот сегмент. И, соответственно, медицинское оборудование тоже увеличивает. Все эти аппараты искусственного дыхания, там тоже везде есть свои микрочипы. Дефицит машин взволновал автолюбителей. И даже те, кто не планировал покупать железного коня, теперь вкладываются в приобретение. Дилеры подтверждают нехватку, но стараются идти навстречу покупателям. У нас ощущается небольшой дефицит, но не из-за того, что у нас не хватает микрочипов, а из-за того, что спрос на китайские автомобили сильно вырос. У других машин нет, у нас есть, спрос растет, поэтому небольшой дефицит есть. Но сейчас, в четвертом квартале, машины будут у китайцев в свободном достатке практически все. Что же касается цен на поддержанные авто, они жестко привязаны к рынку новых автомобилей. Больше всего страдают свежие машины с пробегом от 3 до 5 лет. Прогнозы экспертов неутешительные. Цены будут расти и в следующем году, а заморозятся лишь ближе к концу 2022-го. Вера Баранова, Галина Зорина, Александр Изойсмов, Роман Чинахов. Тюменская служба новостей.